СОЛЕМ СЕМЕЙ Мы приветствуем вас, мы приветствуем нас в нашей студии. В 11.30 по традиции начнется наша телевикторина, в которой каждый может принять участие. А также сегодня сообщим, что с сегодняшнего дня в социальной сети Facebook наша программа транслируется в прямом эфире на нашей страничке «Семей Тели Арнасэм». Вы можете зайти туда прямо сейчас и наслаждаться нами не только в прямом эфире на телеканале «Семей», но также в социальных сетях. Яй құрмет көрімендер, бүгінден баста фейсбук алюметики желесінде «Семей» бағдарламасы тіпкелей эфир бежереді. Енді қызық болса, қарап көріп отырыңыздар, лайф басыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар дегіміз келеді. Біз бағдарламамызы бастаймыз, алдымен бүмкінгі арналған ауарай мәліметінен таңыз болса. Сейчас мы посмотрим, какая же погода ждет нас на сегодня. Көкбектеде күн ала бұлтты күндіз плюс 15 тінде плюс 4 градус. Жарда аздаған күн жамбырлы күндіз плюс 13 тінде плюс 8. Ақсуатта күн бұлтты күндіз плюс 15 тінде плюс 3 градус. Аяғызды күн құбылмалы күндіз плюс 14 тінде плюс 4. Көржатты күн ашық күндіз плюс 14 тінде 3 градус нөлден түмен. Біз күмеде күн азда бұлттанады күндіз плюс 17 тінде плюс 7 градус. Семейде күн ашық күндіз плюс 16 тінде 1 градус нөлден түмен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 40 лет. Поэтому мы актеров много актеров больше, чем мы. В любом случае, мы в любом случае актеров 30 актеров. В любом случае, в любом случае, у нас сейчас идет самая театра. И теперь у нас все это не suit. Мы уже в течение А также мы все выступаем с нашим театром. Мы с вами в своем моменте в ходе трех лет. Мы не делаем таланты. Мы не делаем таланты. Но я сам сам позиция, я сам звеный театр. Я сам звеный театр. И это сам звеный театр. Я даже в театре, я истинный директор. Я истинный таблиц. А также, боксеры пришли, и украинцы, и украинцы, и украинцы, и украинцы. В основном, мы в общей театре, и украинцы, и украинцы, и украинцы, и украинцы. Мы очень много людей, которые приходят на окружающуюся. Например, у меня есть семья, из Орала, из Талдыгоргана, из Караган, из Байя, из Байя. В этом году мы уже говорим, что мы делаем в Крамма театр. Какие спектакли вы видите на метеоритет? Мы Жан Даусы. Жан Даусы? Сегодня премьера. В нашей основе, в нашем сайте, в нашем сайте, в нашем сайте, в семье жертвовании. В этом сайте, в том, что это театр, что мы видим, в 2018 году, премьера, в этом году, мы находимся в двух спектаклях. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok И когда уже оно тебя настигает то ты уже не можешь никуда от этого деться ты уже пытаешься отогнать эту мысль что нет, нет, ну какой фитнес-тренер ну нет уже у нас никаких курсов ну это слишком для меня это было там нечто фитнес-тренер это какой-то бог как же я им буду я постоянно отгоняла от себя эту мысль но она все-таки вас настигла она настигла потому что я верю в такую вещь что если у тебя есть предназначение если тебе бог что-то дал а ты это не используешь то тебя вселенная потом конкретно наказывает за это она тебе дает талант ты можешь людям дать пользу а ты это не берешь и ты будешь за это наказана и постепенно-постепенно когда я отказалась от этого предназначения в итоге все равно получилось так что вселенная меня подпинывала то есть начал начальник придираться начал какие-то требования предъявлять которые я вообще не должна была делать я начала какие-то ситуации на работе наблюдать что я начала понимать что меня ждет впереди через 10 лет если я останусь здесь сидеть на этой работе если я не буду развиваться потом попутно я совершенно случайно узнала что есть курсы фитнес-инструкторов в общем вселенная начала меня подпинывать и вы пошли по этому пути потому что я знаю что сейчас вы достаточно в нашем городе известный фитнес-тренер вас многие знают я даже слышала что к вам есть очередь какая-то определенная чтобы к вам попасть да сейчас все хорошо сейчас более того я даже обучаю некоторых тренеров несколько тренеров я обучила за последние годы они тоже успешные тренера кто-то уже уехал в другую в другой город и там успешно преподает и у меня сейчас два фитнес-зала которыми владею я новые направления тоже обучены мной тренера которые там работают на сегодняшний момент пять тренеров то есть я сама работаю и у меня еще работают пять тренеров ну это замечательно когда путь который лежит к успеху вы все-таки не обошли а все-таки вступили на него и начали продвигаться по тому направлению которое было вам предназначено это тоже важно понять в определенный момент потому что часто бывает так что ты ну не на тот путь становишься а мы вот выбрали именно эту дорогу которая и мужчина была да я хочу сказать что это была именно дорога именно по шагам это не было так что ты сначала вот здесь находишься а потом резко там это все потихоньку ты сначала начинаешь идти а потом потихоньку и открывается дорога дальше то есть если взять два среза например тот момент когда я поехала учиться а я не была успешной ученицей я по сути своей глубокий интроверт а чтобы быть групповым тренером групповой тренер тот человек который ведет тренировку который мотивирует который подает голосовые команды который должен себя держать красиво чтоб ты был поводырем чтоб ты был примером а все остальные люди ну сколько у тебя на тренировке может пять человек а может двадцать пять человек все остальные люди они должны идти за тобой но это тоже путь не может ни с того ни с сего человек который сидел в кассе и ни с того ни с сего вдруг стать успешным тренером а тем более открыть клубы и чтобы они были успешные путь к успеху тернистый путь это тернистый путь вот например если взять две ситуации когда я сдавала экзамены на своем первом обучении обучение у меня было очень много очень много обучения я плакала у меня ничего не получалось я была одной из самых неуспешных людей в группе в этой группе если взять через несколько лет перенести вперед и получается что стою я что стоит 20 человек что все прекрасно тренировка идет классно местные мои занятия нет и более того я даже провела два фитнес тура то есть когда-то человек который с трудом уезжал вообще на Алаколь повел за собой людей которые поехали да поехали купили путевки чтобы быть со мной с моей энергетикой чтобы походить на мои тренировки я провела два фитнес тура и сейчас как я уже сказала у меня на левом на правом берегу есть два фитнес зала правда пока арендованные но это опять же цель то есть там ахтану дыгин хватит не было да я еще занимаюсь правильным питанием последние пару лет я очень серьезно очень вплотную начала заниматься правильным питанием что это такое рациональное питание это питание которое направлено на здоровье людей на здоровье людей это ни в коем случае не какая-то диета не какие-то экстренные меры не какие-то голодовки очень многие думают что это какая-то диета если и если начать сидеть правильно сидеть придерживаться правильного питания то безумно будешь голодным везде я вот даже такое слышала многие люди боятся правильного питания они иногда пишут в инстаграме в дар я хочу перейти на правильное питание я хочу постройнить ну как же я буду голодная то я боюсь что я буду голодать и я в этом случае объясняю что ни в коем случае не разрешаю голодать если я вижу в отчетах по питанию ну людей которые в моих проектах участвуют если я вижу что она пропустила ужин что она попила чай сухариком или выпила она кефир я очень сильно ругаю вы следите за каждым своим клиентом прям вот так трепетно относитесь к своей работе как на сетке да фитнес это одно питание это другое питание это другой проект я переучиваю людей все полностью меняю у них в мозгах то есть у меня не просто меню вот получила меню поела и все дальше делаю что хочешь я веду прямые эфиры я полностью их переучиваю потому что пока в голове не поменяется никакое меню не поможет ты можешь бесконечно покупать меню участвовать в каких-то марафонах но пока ты не поймешь зачем это не просто что есть а зачем и почему пока ты не поймешь что с тобой происходило и что надо делать чтобы был другой результат результата никакого не будет и эти все участники мне конечно же присылают отчеты по питанию что они съели что они съели я им написала что съесть они присылают что съели чтобы могла я исправить их ошибки чтобы у них был прекрасный результат но у нас во первых стоит на первом месте у нас стоит здоровье а на втором приятный бонус это стройность это похудение но ни в коем случае не голодовка а вот скажите вот были ли когда-то у вас вот вы говорите что вы ездили когда обучаться вот вы начали всему фитнес делу своему были ли мысли а ну ладно ну нет лучше я дальше кассиром посижу было такое нет или вы гнали от себя эти мысли такого не было ну во первых были некоторые люди которые сказали что у тебя не получится причем скорчив такую презрительную гримасу во вторых а почему у меня не получится у меня такой прекрасный опыт уже был свой нет у меня мысли не было у меня была очень хорошая поддержка была и есть в лице мамы в лице мужа у меня вообще окружение очень хорошее и очень мало людей которые пытаются там затащить назад можно сказать таких нет вообще очень вот очень многое зависит от окружающих потому что часто люди прислушиваются к советам других да других людей нет меня так просто не сломить потому что я для себя сильный духом человек я сама для себя авторитет и у меня много таких показательных ситуаций за которые я цепляюсь но никак не за какие-то чужие слова который идет вперед но успех это достижение положительного результата в каком-либо деле то есть когда вы задумали и осуществили свое задуманное то и уже есть успех ваша успешная тропа выбрана была правильно значит Алла расскажите еще о своем деле расскажите нам пожалуйста я знаю что вы с супругом у вас семья спортивная да мой супруг вы не одна в семье кто занимается мы именно с супругом познакомились в спортзале в тренажерном зале мы познакомились и он тоже его тоже предназначение затянуло как он не сопротивлялся все равно он оказался там он оказался на своем месте у него тоже большая клиентура мест к нему нет потому что человек оказался на своем месте очень добросовестный очень горит за свою работу точно так же как и я я слишком сильно переживаю он меня за это ругает когда я когда я слишком болезненно отношусь например мне присылают анкету на участие в проекте тот человек который хочет построить и у меня там есть такой вопрос что вы ели вчера я должна понять откуда у человека лишний вес что вы ели вчера и когда начинает перечислять что она ест утром там конфеты вечером фастфуд в течение дня ничего не ест воду не пьет и что она там поела вечером пиццу поела суши поела конфеты у вас наверное волосы дыбом становятся на голове от такой информации да я понимаю не в том дело ни в коем случае что я осуждаю просто у человека нет информации мое дело дать информацию а уже его дело будет взять или не взять кто то есть берет кто то есть не берет и здесь уже дело даже не в том что это там мой бизнес мои деньги уже дело поддвигается у меня понимаете к миссии есть такое слово миссия когда уже ты не можешь это все бросить ну а зачем тебе бросать во первых не зачем во вторых когда тебе каждый день пишут благодарности что у человека допустим был ну есть например сахарный диабет и плохие анализы а тут он тебе присылает через месяц или через два отзыв что я сдала анализы и у меня анализы здорового человека это все результат правильного питания да конечно правильный образ жизни я учусь я учу людей любить себя а на этом фоне уже они стройнеют или например когда девушка которая два года или пять лет они с мужем они не могли изучать ребенка а правильное питание тоже на это все влияет потому что гормональный фон он выравнивается с помощью правильного питания и вот у них будет ребенок таких людей очень много и ни в коем случае сейчас не хочу сказать что я врач что я там вылечу вас бесплодие но все что могу я сделать фон благоприятный создать если можно если вы сами этого хотите я обязательно это сделаю такая обширная тема для беседы я думаю для этого нужно нам будет пригласить Аллу обязательно чтобы она нам рассказала об этом более подробно спасибо что сегодня вы к нам пришли доброе утро еще раз доброе утро всем тем кто к нам присоединился сегодня у нас в гостях Александр Алла фитнес ушла вместо нее зашел Александр здравствуйте здравствуйте это частный предприниматель да который занимается индивидуальный предприниматель чем вы занимаетесь производством декоративно искусственного камня с чем у вас начиналась ваша деятельность с идеи идея которая возникла наверное в такой момент который ничего не предвещал этой идеи сначала возникла идея потом мысли потом как правило у нас сейчас в 21 веке воспользовался помощью интернета узнал как это все разница собрал да единомышленников и начали мы закупили часть оборудования сырья привезли сюда в симпалатинск начали делать сначала мы начинали наверное как и все успешные люди в гараже все постепенно как сейчас до этого нам тоже рассказывал наш предыдущий гость пусть к успеху он тернистый он открывается постепенно не все сразу не все сразу я бы не назвал путь успеха каким-то тернистым и сложным все зависит от человека все самое важное что есть это в мелочах то есть начиная какой-то бизнес не нужно задирать нос и говорить что вот я там многого знаю я там прочитал много каких-то мотивирующих книг статей я все знаю сейчас я вам покажу я считаю что единственный правильный подход в бизнесе это начинать свой день с того с той мысли что я ничего не знаю это верно то есть пустой сосуд это тот который готов наполниться чем-то когда человек уже чем-то наполнен его невозможно чем-то наполнить он всегда тебя учит что-то тебе рассказывает ну как ворчуны какие-то а когда ты говоришь что я ничего не знаю и слушаешь всех людей собираешь информацию отовсюду но принимаешь решение сам самостоятельно но обязательно слушаешь советы всех опытных людей какие-то может быть читаешь чьи-то истории успеха которые тебя вдохновляют когда я ничего не знаю значит есть к чему стремиться у меня ничего не получается у вас было такое или нет не получается ну да конечно с этого начинают не получается это обычно наверное даже дело не в бизнесе а в любом деле всегда что-то не получается но и отличает человека тот у кого что-то не получается он ищет какой-то выход из этого решения тот кто хочет тот ищет способ кто не хочет ищет причину все просто Александр вы начинали свой бизнес из большой у вас круг был ваших друзья я так понимаю это ваши были знакомые да это оказался единомышленник тот человек который в тот момент мы оказались на одной волне вот начали с ним заниматься сначала вдвоем в таком подсобном гаражном помещении потом арендовали производственные помещения набрали персонал ну и сейчас и сейчас вы вместе продолжаете сейчас нет наши пути разошлись то есть люди так бывает что два он не поверил в успех вашего бизнеса нет два человека конечно не всегда когда просто бывает на одной волне а потом волна расстраивается друг у людей и расходят в разу но это нормальная ситуация в принципе так и должно быть ну вы сейчас продолжаете а он полностью получается это дело ушел нет мы можно сказать коллеги коллеги да Александр вы у нас работаете на город или у вас более сейчас я помню что вы были год назад в нашей в одной из наших программ как начинающий предприниматель мы работаем как в городе так и в регионах регионы у нас это Шимонайха Узкоминогорск в Астане представлены в одном магазине расширяетесь основные ну стараемся это тоже немаловажно без расширения скорее всего сидеть на одном месте далеко тоже не увидишь угу секрет успеха это принятие правильных решений верно? вы в свое время да когда вот секрет успеха я считаю это как говорил один из советских таких людей известных это потребность человека в труде если у человека есть потребность в труде это и есть залог его успеха секрет успеха это замечать мелочи секрет успеха это замечать свои ошибки секрет успеха это ни в коем случае не обвинять других людей в своих ошибках у нас по статистике каждый третий восточно-казахстанец работает в сфере предпринимательства у нас да область восточного Казахстана она первое место занимает вообще по Казахстану по числу предпринимателей об этом сказал Аким Даниил Ахметов в ходе очередной встречи с населением расскажите Александр еще ну то что наша наша регионная область развита в плане предпринимательства и бизнеса да это есть но наверное это далеко из истории идет восток шелковый путь предприимчивые люди не сложно работать на вот в сфере бизнеса когда такое количество в вашей вот отрасли много у вас конкурентов я это имею ввиду ну сложно наверное тот кто говорит сложно то и не стоит начинать что-то вы на конкурентов внимание не обращаете конечно обращаем нет обязательно обращаем следите за ними ну мы следим за ценами мониторим регулярно рынок да безусловно без этого никак кто-то не владеет ситуацией и не может как-то конкретно что-то делать не может вообще работать если он не владеет ситуацией а ситуации владеть обязательно это мониторинг это изучение чего-то нового это обязательно обучение ну и идти нужно вперед все-таки вперед вперед каждый день это нужно работать над собой над какими-то своими слабыми чертами характера вот в этом залог успеха один из залогов есть еще ну и близкие люди которые мотивируют на успех это те кто поддерживает это очень важно когда близкие люди рядом которые мотивируют вас на успех еще есть такой анекдот вот я его сегодня подготовила готовясь к программе касательно успеха в тундре встречает значит проводник проводник абориген и в тундру приехал исследователь они идут по тундре исследователи следуют проводник его ведет и вдруг они на своем пути встречают медведя и абориген ускоряет ход и проводник смотрит и говорит а что ты думаешь что ты успеешь быстрее медведя убежать на что ему абориген ответил мне бы вперед тебя убежать остальное уже не важно так я думаю что и в бизнесе это точно Александр спасибо большое что вы сегодня к нам пришли что вы сегодня поделились спасибо вам что пригласил Врахмед вашими идеями вашими мыслями мне бы вперед спасибо вам Субтитры создавал DimaTorzok